Хочется спросить, а как для вас началось то самое 24 февраля? Были ли у вас сомнения, что мы выстоим? С учетом того, что на тот момент вторая армия мира лезла практически по всей границе. И все внимание было сосредоточено на Киеве, ведь враг был практически в нескольких километрах от столицы. Ну, во-первых, вопрос общения в публичности и в известности нашей, моей или чьей-то другой, это совершенно не имеет никакого значения. Сегодня имеет значение только одно. Имеет значение каждому на своем месте делать то, что он может, не задумываясь о том, как он выглядит со стороны. Это очень важно. Очень важно правильно научиться себя вести в кризисных ситуациях. Брать на себя ту ответственность, которую ты готов нести, несмотря на всякие сложности, и идти, собственно, по этой дороге до конца. Вот когда выиграем, тогда уже будем подводить какие-то итоги, говорить друг другу хорошие, теплые слова, хвалить друг друга и так далее. Мне вообще хочется, чтобы кроме президента, который действительно вынес на первые, особенно, недели войны на своих плечах весь этот груз неопределенности, когда, ну, давайте объективно смотреть на вещи, это очень важно правильно тоже акценты расставлять. И в момент, когда было такое масштабное вторжение, я имею в виду 24 число, очень мало стран, те, которые сегодня абсолютно точно, совершенно иначе смотрят уже на ход войны, на Украину, очень мало стран верили в то, что мы сможем выстоять. Это очень важно. Почему? Потому что и разведки говорили давно о том, что Россия очень сильная, у них действительно мощная армия, большой ресурс и так далее, Украина очень слабая, мало ресурсов, она ничего не может делать и так далее, и тому подобное. Так вот, мы должны понимать, что все было чуточку иначе. Почему? 24 утром было, в принципе, понятно, на уровне президента, и я это увидел лично, было принято решение полностью, что мы будем здесь находиться до конца. И что у нас есть все ресурсы для того, чтобы выстоять. Как оказалось, вот мы сейчас разговариваем практически 11 месяцев войны, у нас оказались достаточные ресурсы. Да, мы платим большую, огромную цену. Я, кстати, все время хочу подчеркивать это и напоминать. Давайте не забывать цену, давайте не забывать поименно всех, кто за это время отдал самое священное, что у них было самое ценное в своей жизни, для того, чтобы мы могли продолжать разговаривать и верить в наше будущее. А это будущее, несомненно, будет совершенно другим, чем то, которое планировала Российская Федерация. Так вот, 24-го утром для меня было понятно, что Украина, во-первых, это страна, которая точно выстоит. Для меня, мы сейчас говорим лично, поэтому для меня было понятно, что у этой страны есть фантастический президент. Я не потому что работаю вместе с ним, а потому что очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Вот Украине повезло, что у нее оказался в нужное время в нужном месте главный менеджер, по сути, президент страны. Именно Зеленский. Тем более, насколько я знаю, ему же предлагали самолет покинуть. И самолет, и эвакуация, и все остальное. Вы уже его прекрасно за это время, наверное, изучили, я имею в виду, за эти месяцы войны, и понимаете жесткость его характера с точки зрения, если принято решение, принято решение довести эту войну до конца. Это, кстати, поднимают уже партнеры гораздо глубже, чем в начале. То есть, если президент принял решение, что мы точно будем освобождать свою территорию, значит, нужно не рассуждать, а давайте искать какие-то решения компромиссного плана, а давайте доходить до конца. Что президент принял решение, исходя из консенсуса внутри общества. Общество приняло для себя решение, что раз мы заплатили такую цену, так давайте теперь расставим правильный акцент. Давайте освободим всю территорию для того, чтобы больше не возвращаться к теме, а может быть русские завтра опять начнут что-то тут атаковать, бомбить и так далее. Это очень важно. Вот единственное, кто не понимает, это, к сожалению, для них, я подчеркиваю, для них, это Российская Федерация. Более, ну, я не очень люблю давать такую характеристику людям, я с уважением ко всем отношусь. А Российская Федерация ничего не понимает. Да, Российская Федерация, это настолько глупый политический класс у них, это просто невероятно. То есть они так и не поняли, что, во-первых, нельзя Украину оскорблять. Вот нужно остановиться в оскорбляниях. Вот вы там все время оскорбляли, хихикали, сейчас вы 10 месяцев, по сути, с лишним проигрываете войну и продолжаете хихикать и оскорблять. Смотрите, вот за оскорбление это будет дополнительная плата взиматься. Это первое. Второе. Нужно было бы понять, что если принято решение, мы будем воевать с вами ровно столько, сколько нужно, чтобы освободить свою территорию, значит так и будет. Никто не будет вести себя как в каких-то других исторических промежутках времени за 30 лет, когда вы в приемных гладили по головке представителей украинской политической элиты и покупали за 100 долларов у них какие-то там возможности серых схем обустраивать в Украине. Вот этого не будет. То есть надо понять это. Третье. Вы в Российской Федерации надо было бы понять, что Европа смотрит на аутсайдеров всегда как на аутсайдеров. Даже если Европа и немножко где-то еще боится, остаточно боится, но она на Россию смотрит не так, как 10 лет назад. Она на Россию смотрит так, как Россия заслуживает, как на мелких, крысиных и бесполезных субъектов, которых очень много, которые, знаете, как растеклись тогда, вот этой крысиной стае по, к сожалению, территории Украины и, соответственно, ведут себя именно так же. Вот это все было понятно для меня лично, это было понятно изначально. Почему, собственно, для меня было понятно изначально, что нужно выходить и разговаривать с обществом, для того, чтобы общество поверило, что есть и вертикаль управления, есть понимание войны как таковой, есть понимание, что будем делать. Да, возможно, были какие-то и оперативные ошибки, и тактические, но это же работа. То есть в рамках работы всегда можно вносить какие-то коррективы постоянно. Но, тем не менее... Сейчас справились со своей работой, вот донесли общество, у нас очень объединилось общество, и гражданская позиция. И благодаря Украине весь мир увидел, что такое Россия, что это мыльный пузырь огромный. Знаете, я бы хотел сказать, что не обольщайтесь, у нас не все общества, к сожалению, объединились. Да, 90% людей занимает абсолютно четко консолидированную позицию. Это супер. Просто это один из фундаментальных стержней, который позволяет нам правильно вести эту войну и выиграть ее в итоге позволит. Это очень важно, потому что украинское общество необычно, необычно своей вот этой силой, внутренней собранностью и так далее. Но есть другая составляющая, которая мне не очень нравится. Это все равно всегда находятся субъекты, которые продолжают качать какие-то там хайповые темы, хотят дополнительно баллов заработать. Это первая составляющая. Постоянно у них все виноваты во всем. Но и при этом они точно знают, как надо было себя вести, как нужно управлять. Только я особенно в первые дни не особо много желающих видел, что-то делать, комментировать, публично брать на себя ответственность. Есть вторая составляющая категория. Это люди, которые обязательно хотят везде показать, вот мы тоже в этом участвовали, вот мы тоже здесь чемпионы, вот мы тоже несем нагрузку. Обязательно селфи где-то делать, обязательно рассказывать, я приехал сюда, я приехал туда и так далее. И такие есть. Это, кстати, между прочим, несколько раздражает общество, потому что нужно всегда быть уместным. Вот чувства уместности иногда не хватает. Я имею в виду нам. Ну, то есть, как бы нужно быть иногда уместным. Есть третья составляющая. Просто люди, которые, воспользовавшись тем, что это информационная эра, и они хотят обязательно миру сообщить свое чрезвычайное знание, вот они постоянно рассказывают, вы знаете, такой напыщенной экспертной манере, очень четко рассказывают, как нужно воевать, как нужно обеспечивать армию, как нужно строить оборонку, как нужно, условно говоря, вести переговоры с кем-то, с нашими партнерами, как нужно им все сказать. Вот это все есть, и это все как бы не говорит о том, что мы плохие или хорошие, это все есть, это говорит о том, что мы живем. Вот даже это все говорит о том, что мы живем, мы пытаемся нащупать вот это сердцевинное понимание, что такое современная Украина, мы пытаемся изменить принципы общежития внутри страны, принципы социальных наших отношений. То есть, я думаю, что мы и 24-го, и тем более сегодня, и уж точно завтра, мы будем выглядеть как крайне и крайне эффектная страна, у которой есть хорошее государство. Внутри этой страны есть хорошее государство, которое точно понимает, какое у нее общество, как с этим обществом себя нужно вести с точки зрения справедливости, прежде всего. Я хочу, чтобы вот сейчас мы начинали обсуждать вопрос о справедливости, потому что война – это большая цена для многих людей. И если сейчас еще мы как бы думаем о войне больше, то в то же время мы должны понимать, что после войны или в момент финализации войны нам нужно будет не забыть главное, что за эту войну цену заплатили многие люди, а они захотят справедливого отношения к себе. То есть, они захотят меньше коррупции видеть, они захотят меньше пафоса видеть, меньше неадекватности видеть, в исполнении государства в том числе. Они захотят видеть меньше вот этого, знаете, напыщенности такой традиционной для нашей политической элиты в том числе. Они захотят увидеть более профессиональные диалоги, они захотят увидеть меньше драки публичной, меньше компромата, черного пиара. Ну вот это все галимати, в котором мы долгое время жили. Вот это все постепенно структурируется, и Украина будет выглядеть несколько иначе. Но в первый день, 24-го, я именно так, в принципе, и ощущал все.